Всем привет! Вы смотрите Эко-Новости на ТВК. Ближайшие несколько минут вас ждут события сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. На Камчатке массово умирают медведи. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Кранутский заповедник. Там поделились, что большая часть погибших медведей молодые до двух лет, без каких-либо ран или травм. Некоторые случаи могли произойти из-за каннибализма, характерного для этого вида хищников. Тем не менее, это не основная причина повышенной смертности, говорят специалисты. Служба охраны заповедных территорий связывает гибель с возможным заболеванием. Так ли это, покажет исследование. Эксперты-ветеринары взяли образцы тканей погибших животных для анализа. Его результаты покажут, что именно привело к снижению популяции. Тем не менее, передают специалисты, даже если это инфекционное заболевание, то риск его распространения невелик. Сейчас в районе мало людей, а миграция птиц, способных переносить болезнь, уже закончилась. В России могут появиться дороги из переработанных шин. Об этом сообщает российский экологический оператор. По его данным, автомобильные покрышки намерены перерабатывать, чтобы получить резиновую крошку. А уже после этого частицы будут добавлять в асфальт. Замеры показали, что смягчение дорожного покрытия за счет вторсырья из шин может снизить уровень шума от магистрали до 6 дБ. То есть для человека движение транспорта станет тише примерно в два раза. В пресс-службе российского экологического оператора также отметили, что к 2030 году новые трассы на 40% будут состоять из вторичных материалов, включая переработанные покрышки. К слову, во многих странах мира практика освоения прорезиненного дорожного покрытия уже достаточно популярна. Если говорить про Россию, то у нас такой опыт тоже есть. С 2000 года как минимум 6 компаний производили модификаторы битума и асфальтобетона на основе резиновой крошки, сообщают ведомости. Как минимум 15 миллионов квадратных метров дорог уложили с помощью этого модификатора. Экология, социальное развитие и корпоративное управление – это три столпа, которые сейчас лежат в основе практически любого бизнеса. В том числе ESG-повестку активно внедряет в свое производство и компания «Русал». Следить теперь за ее исполнением будет общественный экспертный совет. Его первое заседание состоялось 30 ноября. На нем участникам представили доклады и отчеты о проделанной работе компании, а также стратегии развития. По словам директора по устойчивому развитию «Русала» Ирины Бахтиной, в ходе совета обсудили десятки тем, среди которых охрана труда, промышленная безопасность, система поставок и, конечно, экология, качество воздуха и климатическая повестка. Совет будет собираться ежеквартально, но раз в год его будут делать открытым. Туда вошли 36 человек, каждый из которых представляет одну из трех групп, рассказывает Ирина Бахтина. Приглашены в состав совета 36 человек. Делится на три числа, потому что в устойчивом развитии три ключевых направления, три таких опорных темы. Это экология, охрана окружающей среды, это социальное развитие, корпоративная социальная ответственность и это качественное корпоративное управление. По каждой теме вот эти 12 человек мы разбивали таким образом, чтобы пропорционально были представлены эксперты, активисты, общественники федерального, регионального и местного городского уровня. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 28 ноября по 2 декабря оказались железнодорожные Ленинский, а самыми чистыми стали Октябрьские и Кировские районы. На этом все. Вы смотрели ЭКО-Новости на ТВК. До скорого.